Дворец культуры «Химик» 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 Ну и, конечно же, за это время многое меняется, как и в здании Дворца культуры. За это время поменяли уже и кресла, появилось новое звуковое, световое оборудование. Конечно же, сейчас используются как и везде технологии компьютерные, как и в управлении светом, звуком. Но самое важное, самое ценное, что все-таки за все эти годы во Дворце культуры сохранился вот этот дух творчества. Пусть появляются новые жанры, не только народные. Если первые самодеятельные коллективы выступали с баяном, возможно, без микрофона, то сейчас уже, конечно же, с использованием новых технических средств. Но, опять же, повторюсь, что самое главное, независимо от технической оснащенности, во Дворце культуры остается двух творчества, двух созидания. И чтобы нашим зрителям во Дворце было интересно, всем категориям наших зрителей. Насколько я знаю, теперь во Дворце культуры можно посмотреть и фильмы, каким образом это стало возможно. И вообще, чья это идея была создать кинозал во Дворце культуры? Да, сейчас в августе месяце открылся новый, вернее, в нашем зале концертном приобретено новое кинооборудование, современнейшее, цифровое. Фильмы можно показывать в формате 2D, 3D. Идея была и коллективу Дворца культуры, и администрации города принять участие в гранте, в всероссийском гранте от фонда кино. Вот мы получили это оборудование и установили в зале. Поэтому сейчас наши зрители могут прийти к нам посмотреть все те же фильмы, такие же фильмы, которые идут и в Чебоксарских кинотеатрах, и в нашем кинотеатре «Тетеринфильм». То есть программа, как во всех кинотеатрах, кинопрокатная, как-то идет по всей России. Вот. Ну, нам не хотелось бы, честно говоря, дублировать эти кинотеатры. И мы сейчас ищем свои формы, свою подачу каких-то моментов, свой стиль искать. Очень хочется, чтобы больше было российских фильмов, работы со школьниками. Хотелось бы направление такое для молодежи, и артхаусное кино. Мы сейчас вот над этим работаем и думаем, что после Нового года к нам в зал будут приходить не только жители Нового Чебоксарска, но и из Чебоксар к нам поедут. В 2011 году, насколько я знаю, Дворец культуры поменял свой статус, став автономным учреждением культуры. Каким образом это сказалось на жизни самого учреждения? Ну, скорее, может быть, поменял не статус, а организационно-правовую форму. Автономное учреждение, оно более самостоятельно имеет свой баланс, у нас своя бухгалтерия. И все заработанные средства мы можем использовать по решению Дворца культуры. Не надо за какой-то мелочью бежать в администрацию, отвлекать их. То есть мы полностью распоряжаемся. И часть средств от заработанных средств у нас идет на возмещение коммунальных услуг, на приобретение оборудования, на премирование отличившихся сотрудников. Здесь, конечно, мы стали более самостоятельны, но в то же время ответственность больше. Я знаю, что во Дворце культуры работает множество творческих коллективов. Вы уже некоторые перечислили из них. Это и вокальные студии, это и танцевальные студии, студии актерского мастерства. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее и кем может гордиться город и республика в целом? Каких результатов им удалось достичь? Ну, чтобы рассказать подробнее, я думаю, нам не хватит нашей передачи, потому что каждый коллектив по-своему уникален. Вот я уже говорил, что ансамбль узора хореографический зародился еще даже до Дворца культуры в 1969 году. Мне очень приятно, что руководит сейчас бывшая участница этого коллектива. Сейчас она, это Мужикова Анастасия, она руководит сейчас этим коллективом. Вот она как хореограф, как специалист, очень известна и в республике, и в республике, за пределами республики. И, знаете, было очень приятно на открытии творческого сезона, когда, казалось бы, мэтры наши, будем так говорить, заслуженный работник культуры Чувашия и России Николай Лазаревич Ереванов, казалось бы, да, немножко из другого поколения. Но когда он посмотрел выступление этого коллектива, когда увидел номер ансамбля «Голден Флэш», и вот этот человек опытнейший, очень хорошо разбирающийся в культуре, именно о молодежи, с таким восторгом говорил. Да, не с какой-то, обычно же, кто чуть постарше, с каким-то, немножко с недоверием относится. А здесь он с таким восторгом, что это такие коллективы, они мирового уровня, даже он такое слово сказал, это, конечно же, очень приятно. Всего у нас 17 творческих коллективов и 5 любительских объединений. Я думаю, можно о каждом долго-долго говорить. Я думаю, давайте мы как-нибудь посвятим передачу отдельно. Обязательно и пригласим участников. Да, 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 да. Вот более подробно. А так, в общем-то, все наши коллективы знают зрители и Новочебоксарска, и зрители Республики. Это и хореографический ансамбль «Радость», и вокальные студии «Шевле», и вокальные эстрадные студии «Артмикс», и Чувашский народный театр, и «Рэндом» очень любят наши зрители. В общем, на дне города, на стадионе все видели наши танцевальные коллективы, да, многие даже думали, неужели это все сделано нашими силами, столько народа, настолько красочно. Ну и каждый житель города, наверное, может присоединиться к творческим коллективам и найти себе занятие по душе. Да, конечно. Я говорю, по жанрам достаточно разнообразно, и современные направления, и традиционные, и фольклорные. Так что добро пожаловать к нам в Дворец культуры. Даже в шахматы можно поиграть у нас. Радует, что Дворец культуры не забывает и горожан почтенного возраста. Я знаю, что действует и народный хор ветеранов «Серебряные годы». Насколько это казалось востребованным среди населения? Вы знаете, у нас есть участники, которые занимаются со дня открытия. Вот смотришь на них, то есть ритм жизни меняется, по возрасту возраст прибавляется, но глядя на них, на их настроение, на отношение к жизни, просто завидуешь. В душе остаются молодыми. И те, которые ходят к нам в коллективы, кроме занятий в коллективе, мы проводим мероприятия, танцы нашей молодости, немножко жалуются на нас. Они говорят, что надо почаще проводить, потому что два раза в месяц – это очень мало. Вот смотришь на этих людей и действительно чувствуешь, что это действительно нужно. Это нужно людям. И мы, конечно же, будем эту работу поддерживать. Помимо творческих коллективов, Дворец культуры – это еще и сценическая площадка для звезд эстрады. Расскажите, пожалуйста, с какими театрами, возможно, вы сотрудничаете? Кого приглашаете к нам на гастроли? Впереди чьи гастроли? Кто к нам приезжает в город? Да, вот часто еще задают вопрос, почему мы не видим у нас звезд большой величины эстрады. Вы понимаете, это немножко другое. Это уже шоу-бизнес. Вот этой деятельностью мы не занимаемся, да не имеем возможности этим заниматься, потому что это бизнес, это риски определенные. Потом у нас зал все-таки не такой большой на 600 мест. Наверное, замечаете, что и в Чебоксарах в основном такие концерты проходят в ДК «Тракторостроители», в театре «Опера-балета», где мест больше. Да, вот чисто по финансовым соображениям. И по техническим, наверное. Ну, по техническим это тоже решаемо, но это дорого. Мы поэтому все-таки хотим не шоу-бизнесом заниматься, а творчеством, да. Чтобы к нам приходили люди, посмотрели. Они не очень дорогие по ценам были, но очень ценные по своей сути, по содержанию. Вот в ноябре к нам приезжает замечательная труппа Мариинского государственного театра «Опера-балета» с балетом «Лебединое озеро». Это замечательный коллектив. Сейчас один, наверное, из лучших. Ну, в десятку, во всяком случае, а может быть, даже в пятерку лучших балетных трупп России входит. И я думаю, что нашим зрителям очень интересно будет, да и нужно, да. Я бы даже сказал, «Лебединое озеро» должен смотреть каждый. Все-таки это классика. Да, да, да. И на хорошем уровне. Вот. Поэтому ожидаем, думаю, нашим зрителям будет интересен концерт центра Московского центра «Русская гармонь». Есть зритель, тоже к нам придет, не очень дорого, и, думаю, получит удовольствие. Поэтому такой вот направленности, более камерной, мы, конечно же, будем и драматические спектакли, и хореографические, да, и какие-то, может быть, камерные оркестры. Конечно же, нашего зрителя нужно тоже с этим направлением знакомить и доставлять им радость. И какие планы у вас на будущее? Ну, планы просто огромные, потому что, кроме того, что мы проводим мероприятия в здании Дворца культуры, мы же участвуем во всех городских мероприятиях. Ну, сейчас начнем перечислять. Все праздники городские, республиканские, это на наших плечах. Сейчас и день единства, и день полиции. Мы уже начали подготовку к Новому году. Кроме мероприятий в городе, наши коллективы участвуют и в республиканских, всероссийских конкурсах, фестивалях. Работа кипит. Работы много, это самое важное. Да. В одной из социальных стим мы провели опросы и предложили телезрителям ответить на следующий вопрос. Как часто вы посещаете учреждения культуры? Довольно часто стараюсь посещать концерты, музеи, выставки каждый месяц. 18% опрошенных. Редко билеты на концерты и выставки сейчас не самые дешевые. 29% не посещаю, предпочитаю провести выходные за компьютером и телевизором. 51% опрошенных. Как вы считаете, почему голоса распределились именно подобным образом? Ну, во-первых, так. Здесь, может быть, эта картина и объективная, нам, может быть, и поспорить можно, да, потому что опросы-то производили в соцсетях. Те, кто как раз там и сидит. Кто там и сидит. Перед телевизором. Но у нас во Дворце культуры только участников более 900 человек, да, только участников. Вот они кто два раза, кто три раза в неделю приходят. Кстати, им это не мешает участвовать и в соцсетях, да. У нас группа ВКонтакте, где-то более тысячи человек в нашей группе. Хотелось бы, конечно, чтобы в качестве зрителей все-таки приходили побольше. Ну, и в коллективы, чтобы оторвались от своих компьютеров, от соцсетей, потому что нет, наверное, ничего важнее живого общения, занятий творчеством. Буквально на днях проходил концерт нашего замечательного вокально-эстрадного ансамбля «Артмикс». Вот они тоже сейчас позволяют аппаратуру, да, транслировали в Инстаграм. Но вот то, что видишь по телевидению или в компьютере, это не в обиду, телевидение, на вашем телевидении много интересного. В Инстаграме все равно, чтобы почувствовать атмосферу вот этого и концерта, и взаимоотношения, и контакта, вот это, конечно же, нужно прийти в зал. Это разные вещи. Вячеслав Александрович, спасибо вам большое, что нашли время и пришли к нам в студию. К сожалению, время нашей программы строго ограничено. Спасибо вам за интересную беседу. Мы ждем вас снова у нас в гостях. Вам огромное спасибо. Очень приятно, что инициатором этой встречи было именно ваше телевидение. Я очень надеюсь, что мы будем сотрудничать и вместе для наших зрителей дарить минуты или часы. Радостей и вдохновения. Спасибо вам еще раз. А это была программа «Наша тема». В студии была Лилия Лямова. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин